Здравствуйте, уважаемые клиенты интернет-магазина iClone 2A. В прошлом обзоре мы рассматривали внешний вид смартфона Elephone P8000. Просмотреть его можно, нажав на фото на экране или перейдя по ссылке в описании. А сейчас перейдем к техническим характеристикам. Экран закрыт защитным стеклом Asahi Glass. Размер дисплея равен 5,5 дюймов. Разрешение 1280х1920. Яркость дисплея отличная, а для комфортного использования в ночное время можно активировать адаптивную подсветку. Мультитач поддерживает 5 одновременных касаний. В целом работа тача пререкания не вызвала. Плавную прокрутку обеспечивает технология Miravision. Смартфон работает под управлением Android версии 5.1 с фирменной оболочкой и возможностью обновить прошивку по воздуху. Сама же оболочка представляет из себя набор рабочих столов без меню приложений. Все ярлыки расположены прямо на экране, но их можно группировать по папкам. Есть поддержка жестов. Так, свайп вверх открывает меню настроек, в которых можно сменить тему оболочки. Помимо одной установленной, можно скачать дополнительные. А жест вниз вызывает фирменное окошко поиска, а сам поисковик можно выбрать среди доступных. В этой версии Android переработали шторку, в которой можно регулировать яркость дисплея, включить автоповорот, режим полета или передать изображение или видео с экрана мобильного телефона на ближайшее устройство посредством функции DLNA. Многие оценят возможность прямо со шторки включить фонарик. Висящее в фоне приложение можно запустить ярлыком «Недавнее» или же продолжительным зажатием кнопки «Домой». Кстати, в прошлом обзоре я не упомянул, но эта кнопка является одновременно и заменой цветовому индикатору. Она весело подмигивает при пришедшем смс или пропущенном звонке. Жаль, нельзя выключить подсветку кнопки. А надоедливое оповещение от приложения можно легко выключить прямо в диспетчере уведомлений. Смартфон установлен Wi-Fi и Bluetooth, а вот функции ODG и NFC нет. Как-то не верилось во все эти улучшатели звука, но воспользовавшись ими на Elephone P8000 я реально услышал разницу. Звук стал заметно объемнее. Что касается автономности, тут все на высоте. Аккумулятор емкостью 450 мАч показал отличный результат в Antutu Battery Test. А благодаря технологии быстрой зарядки за 40 минут вы сможете зарядить батарею на 60%. Также для экономии заряда разработана технология фоновой экономии и режим энергосбережения, который напомнит о себе при достижении заряда в 15%. В разделе безопасность вас заинтересует функция AutoStart Manager, где можно выбрать те приложения, которые будут запускаться с включением смартфона. Тут же можно дать права, отправлять SMS, совершать звонки или использовать интернет только надежным на ваш взгляд приложением. Насчет звонков, аппарат работает в 2G и 3G сетях, а при самом разговоре встроена возможность его аудиозаписи. GPS тестировал без подключенного интернета. Первый запуск длился 1 минуту и показал отличный результат поиска. Сканер отпечатков пальцев надежно защитит ваш девайс от посягательств, тем более для корректной работы больше не нужно елозить по датчику, как это было в прошлых версиях этой функции. Теперь достаточно просто нажать на сенсор. Основная камера имеет 13-миапиксельный сенсор, фронтальный 5-миапиксельный. Помимо функции панорама и улучшения лица, можно выбрать автоматическое определение сцены. Это очень удобная фишка, аппарат сам подберет необходимый для снимка режим. А благодаря яркой вспышке даже ночная съемка не будет помехой. Сердцем смартфона является процессор MT6753. Выполнен он по 64-битной технологии. Имеет 8 ядер по 1,3 ГГц. Оперативной памяти целых 3 ГБ. Встроенной 16. Свободный же для пользователя около 12 ГБ. Напомню, что есть поддержка карт памяти до 128 ГБ. В целом, Elephone P8000 вызывает положительные эмоции. К минусам отнесу отсутствие возможности подключить стороннее USB-устройство. Также не хватает NFC и возможности выключить подсветку кнопки домой. Плюсом отнесу качество звука, отличный экран, защиту данных отпечатком пальца, просто отличную батарею и при всем этом доступную цену. Оценивайте это видео, детали уточняйте в комментариях, в группе iClone ВКонтакте или по телефонам, указанных на сайте. Не забывайте подписываться на наш канал и твиттер. Пока же можете взглянуть на обзоры, где я рассказываю про различные технологии экранов и про камеры в смартфонах. С вами был Михаил Парадедов. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok